300 лет назад в Англии вступил в силу первый в истории закон об авторском праве, статут королевы Анны. Согласно документу, сочинитель мог продать право пользования своей рукописью на 14 лет, по истечении которых это право к нему возвращалось. Затем его можно было продать еще на такой же срок. Потом сочинение становилось общественной собственностью. Пока вокруг авторского права в Украине идут споры, сами авторы решили действовать по-другому. Некоторые начали выкладывать свои творения в глобальные сети для бесплатной загрузки. Почему они пошли на такой шаг, выясняла Лесева Кулюк. Гоняться за пиратами напрасно, поняли украинские авторы, поэтому все чаще начали размещать свои произведения в интернете для свободного доступа. Таким образом можно хотя бы посчитать количество нечистых на руку любителей творчества. Группа Крыхетка закончила работу над новым альбомом, но в выпуске диск не успела. Кто-то разместил весь материал в интернете. Музыкантам пришлось пойти по необычному пути. Они выложили украденные песни у себя на сайте. И все желающие имеют возможность получить их либо бесплатно, либо за деньги, по собственному усмотрению. Уже пять лет Лиза выкладывает свою поэзию на специализированном сайте стихи.ру. В сети у нее тысячи читателей. Время от времени произведения без ведома автора оказываются на других интернет-ресурсах. Но Лиза не считает это воровством, поскольку никто и никогда не пытается подписывать ее стихи своим именем. Не представляю себе человека, который захочет украсть именно чужой стих, потому что это то же самое, что украсть чужое нижнее белье и ходить. Когда человек жаждет признания, а не денег, переживать о соблюдении авторских прав ему, как правило, не нужно. Вот тот самый стих, я говорила, что благодаря ему, в принципе, поучаствовала в поэтическом конкурсе, поехала в Москву. «Мама, здравствуй, ты не волнуйся, я живу и даже не мерзну». Я послала этот стих, и спустя две недели пришел ответ. Вот поздравляю, вы лауреат конкурса. Всемирная паутина притягивает молодых авторов, ищущих свою аудиторию. И только у тех, кто ее находит, появляется выбор. Оставлять свои творения в свободном доступе и дальше, или прятать. И выдавать только за деньги. Саша Кольцова не в обиде на того, кто разместил новый альбом в интернете. Ведь это сыграло группе на руку. Сейчас у музыкантов намечен тур по Украине, а большинство их поклонников уже знают на память все композиции. Лесова Клюк, Сергей Килинник, подробности, телеканал Интер.